Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, у нас не только Пейсах, у нас счет Амера начался. Мы считаем сейчас 49 дней, мы считаем шаг за шагом свое движение к получению Тору. Написано, когда выведешь этот народ из Египта, Торе написано, сказал Всевышний Моисею, что вы будете служить Богу на этой горе. И путь к Синаю занял 7 недель. Народ Израиля покинул Египта 15-го Ниссана в первый день Пейсаха, а в день 6-го Сивана, который с тех пор отвечает как праздник Сырвот, мы собрались у горы Синаи. Согласно повелению Торы, отчитайте себе от второго дня праздника, от дня приношения вами Амера, возношение 7 полных недель. Итак, мы начинаем считать, вот сейчас каждый день, мы считаем первый день, второй, и так далее. Согласно объяснению, Кабалы 49 дней, соединяющие день исхода с дарованием Торы, соответствуют 49 сферот, каналам души, определяющим склонности, качество человека. Это очень индивидуальное. И каждый день ознаменовал с собой очищение одной из сферот, приближая людей к Богу, вот к тому дню, когда получит. Потому что, ну, человеку, запачканному этим миром, очень тяжело получить такую чистую Тору. И с тех пор, вот в это же время, мы продолжаем то же самое. Это полутраурные дни. Ну, во-первых, они потому, что погибли очень не тераби и кивы, мы об этом скажем два слова. Ну, и не только поэтому. Внутренняя сущность такова. Не так просто тратить время и не так просто бороться с самим собой. Это одна из самых сложных задач на Земле. Основная причина вообще того, что мы начали считать, это желание Всевышнего, чтобы мы оказались более духовно подготовленными к принятию Торы. И написано, что евреи находились на 49 уровне инчистоты из 50-х. Да и понадобилось 49 дней, чтобы их очищать. Насколько упал, настолько надо очищаться. В преддверии праздника Шавот мы обязаны привести в порядок наши отношения с миром, с ближними, проанализировать и справить свои дела. Ученики раби Акивы, которые погибли в этот период, они не придавали этому значения. Поэтому оказались недостойны тех знаний Торы, которые получены через 49 дней. Вот с этим нам надо бороться. Надо доказать небу, послушай, через 49 дней Шавот я хочу получить Тору. Может быть я что-то не так делаю, но я буду исправляться. Я вот сейчас смотришь шаг за шагом, шаг за шагом и так далее. В этот период духовного очищения, мы вообще надо понять, что он так же актуален, как и 3000 лет назад. В древности евреи были рабами в Египте, а сегодня мы тоже рабы. Рабы каких-то желаний, которые мы не можем контролировать, рабы обстоятельств и так далее. Не все так просто. Каждый день нашей жизни по-своему уникален. И каждый приносит в человеческое бытие уникальную энергию. И каждый из этих 49 дней, он связан с одной из человеческих эмоций. И каждый содержит специфическую энергию для проверки ощущения именно этого дня. И вот после 49 дней мы готовы получить Тору, и каждый получит ее на том уровне, на котором он подойдет сегодняшний день. Пейсах – это период взрывного потенциала. Он дает возможность достигнуть того, что обычно невозможно. Но после взлета, всегда вы знаете, да? После взлета Пейсаха трудное время Стерата умер. Это непростое время. Вообще, обратите внимание, весь мир построен на счете. Это комбинация вот так узлов, Кабала говорит, соединенных таким образом, что в результате получилась Вселенная. И отсюда произошло выражение «играющие сферы». Почему мы считаем от Пейсаха, а не к Шавуоту? Мы не можем приблизиться к Шавуоту, говорят каббалисты. Мы в состоянии проложить к нему путь. И мы строим этот путь, принося, приношая мера. Сегодня один день, мы построили один день. Сегодня два дня, мы построили два. Когда мы построим 49, придет Шавуоту. Счет – это, говорят мудрецы, не так все просто. Счет – это строительство. Некоторые люди считают черты своего характера, делят их на 7 категорий. Люди как бы прокатываются на волне времени, используют духовную заряженность этих дней. Согласно традиции, эти дни не могут пройти просто так. Человек не может просто не обратить на них внимания. Надо считать от Пейсаха, а не к Шавуоту, потому что праздник Шавуоту – это недели. Он назван так по периоду времени, в который мы приближаемся. И вот эти магические сферот получили такое странное название – подсчеты. Считая дни, мы творим время. Нельзя быть пассивным пассажиром, сидеть в этом проносящемся поезде времени и смотреть, как оно там плевать семечки. Мы должны сами строить жизнь. Надо превращать ее в реальность. Пассивный вот такой дрейф во времени приводит к тому, что время разрушит нашу жизнь. И наоборот, если мы ее строим по кирпичикам день за днем, оно никуда не девается. Потом, через 120 лет, мы видим вот эти сияющие кирпичики один к одному, и они переходят вот так вот таким паровозиком, знаете, в вечность. Вообще, обратите внимание, есть еще одна тайна этих дней. Прославление Творца – это реализация нашего потенциала. Поэтому каждый раз, когда мы не знаем, что там и как делать, прославляйте Творца. Он всегда прав. Брахавы от слоха, хорошего расчета и пейсах самых. Творца – это реализация нашего потенциала. Продолжение следует... Продолжение следует...